Короткая или длинная? Теперь этот вопрос больше не должен волновать потенциальных покупателей баварской семерки. В новом поколении седьмой серии остался только один вариант колесной базы, растянутый. Вообще, со сменой генерации флагманский седан марки BMW сделался просто гигантским. Если поставить рядом прежнюю версию, то новинка окажется сразу на 13 сантиметров длиннее, на 5 шире и на целых 8 выше. Из-за заметного увеличения формата инженерам пришлось внедрять полноуправляемое шасси. И даже странно, что задние поворачивающиеся колеса – платная опция, а не элемент базового оснащения. Сама платформа принципиально осталась прежней, сохранив привычные схемы пневматических подвесок. За доплату шасси можно улучшить установкой адаптивного рулевого механизма и активных стабилизаторов. Для тех, кто успел заскучать, срочно добавим сочных подробностей. Например, светодиодные полоски ходовых огней можно украсить кристаллами Сваровски. А вместо хромированного декора можно заказать антрацитовую отделку. И здесь самое время обсудить внешность. Вот только свежий образ оказался достаточно спорным. Одни говорят – тяжеловесно, другие парируют – монументально. Так что смотрите на экран и складывайте свое мнение. Но несколько деталей мы отметим. Так, темные секторы на вертикальном передке – это секции матричных фар, замаскированные тонированными колпаками. А синие вставки – примета электрической версии, которая теперь носит статус топовой. Именно так. После отставки культового двигателя V12 флагманским решено выдвинуть электрический вариант. Он весьма динамичен, а на одной зарядке может преодолеть около 600 километров. Лучшее исполнение из бензиновых – с восьмицилиндровым мотором, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Также существуют версии на шесть цилиндров. Одна бензиновая и одна дизельная. Плюс заготовлена парочка подзаряжаемых гибридов. Продажи семерок нового поколения начнутся только поздней осенью, хотя заказ можно оформить прямо сейчас. Впрочем, брать такой BMW без предварительной примерки, пожалуй, рискованно. Как минимум потому, что далеко не каждому понравится минималистичный интерьер, построенный вокруг двух больших экранов. А вот другое решение – экран диагональю 31 дюйм, подвешенный под потолком, выглядит интересно. Продолжение следует...